Сейчас никто не учит мужчин и женщин правильно взаимодействовать. Прежде всего на уровне двух полов. Основная функция. Когда мужчина и женщина соединяются, между ними проходит очень большой энергетический потенциал. И в большинстве случаев этот энергетический потенциал просто выбрасывается. Но есть специальные практики, которые позволяют этот потенциал не просто выбросить, а взять его, сублимировать, поднимая на более высокие центры и реализовать его как некий уже творческий потенциал. Как потенциал для достижения своих желаемых каких-то результатов. Для решения своих текущих проблем. Просто решая правильное взаимоотношение между полами, мы можем очень многие проблемы в своей жизни решить как следствие. Прежде всего, когда мужчина перестает чрезмерно сбрасывать этот потенциал, у него восстанавливается физическое здоровье. У него возникает желание жить, действовать. Он получает состояние наполненности. То есть, помните состояние, когда мужчина получает женщину и достигает чего он хотел. После этого ему же ничего не надо. У него в жизни всё есть. Зачем куда-то спешить, что-то там решать? Он уже всё получил. И в большинстве случаев от этого страдают и мужчина, и женщина. Женщины часто в отношениях не удовлетворены. Они не получают той энергетической эмоциональной разрядки, какой хотелось бы. Потому что мужчина и женщина устроены по-разному. И если женщина этим состоянием соития может наслаждаться практически бесконечно, так долго, как хочет, то мужчина ограничен. Но именно понимание того, как сдерживать этот энергетический потенциал, как его поднимать выше, как его реализовывать, открывает нам очень многие двери. Такие как долголетие, финансовая стабильность, финансовое благополучие, реализация творческого потенциала и мотивация что-то делать. Более подробно я об этом буду рассказывать на своём московском семинаре, который состоится 13 мая. Подробности по ссылочке внизу. То, что я вам предлагаю, это тантрические практики, некая дао-любви, которая касается очень многих аспектов жизни, но прежде всего это аспект сексуальный. Хотя им это не ограничивается. Но вот этот потенциал на сладхистана чакры – это энергетическая структура, которая в конце концов запитывает все отношения между мужчиной и женщиной. Мы подробно поговорим о том, как выбирать себе партнёра, как мыслит женщина, как мыслит мужчина, какие есть основные причины непонимания этого и как вообще можно построить гармоничное отношение, как найти именно своего партнёра, своего человека. Но этот семинар будет прежде всего для мужчин, потому что именно мужчина определяет вот этот энергетический потенциал, который он в женщине включает. О том, что делать с женщинами, мы поговорим как-нибудь в другой раз, если будет желание. Техники и практики, которые я буду давать, а вы не найдёте их в открытом доступе, это техники очень закрытых учений, но которые действительно имеют очень сильный результат. Все эти вещи я попробовал на себе, давно их практикую, передавал эти вещи разным людям и смотрел результаты на них. То есть база собрана очень большая. Это комплекс достаточно простых упражнений, простых приспособлений, которые позволяют очень эффективно и очень быстро восстановить свой энергетический потенциал. То есть теми вещами, которыми мы занимаемся на проектах, вот у меня в клубе, это вещи более психологические, ментальные, вещи тонкие. И работа идёт на внешних потоках, то есть на потоке клуба, можно сказать, на потоке коллективного, бессознательного, той группы, в которой человек принимает участие. Здесь же работа будет другого плана. Здесь работа, в конце концов, будет идти между мужчиной и женщиной. Но мощность вот этого взаимодействия, она может даже перекрывать потенциал группового потока. И это поток, который принадлежит именно тебе. В конце концов, эта работа приходит к очень глубинной сути нахождения своей аниме, в мужском смысле, или анимуса для женщины, если мы говорим. И, в конце концов, путь самореализации, путь индивидуации на пути к самости. Через эти практики мы начинаем ощущать, можно сказать, свою душу, которая лишь является проекцией в твоего партнёра. И через такие грубые, казалось бы, взаимодействия мы касаемся очень тонких вещей. В этих грубых телесных взаимодействиях есть очень большая глубинная суть, там скрыта очень большая энергетическая структура, большой энергетический потенциал. И именно этот потенциал, я покажу вам, как его можно взять. Да, нужны будут тренировки, да, нужны будут практики, но это всё более чем реальные вещи, и обо всём этом мы будем подробно говорить 13 мая в городе Москва. Два дня пройдёт этот тренинг, поэтому всех приглашаю и всем очень рекомендую. Если есть какие-то вопросы, то можно писать здесь, под этим видео, либо также есть ссылочка в Телеграм. Продолжение следует...